Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Нажми, чтобы начать». Тема сегодняшнего выпуска — от Алодов до Блицкрига, как устроен дизайн игровых уровней. Меня зовут Семен Окароков, раньше работал на игромании и ДТФ. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Буткевич, дизайнер игровых уровней, работавший над героями «Ча и магии», двумя частями «Блицкрига», «Алодами онлайн», «Партизаны 1941» и не только. Дмитрий, привет! Привет, Сима! Как дела? Начну со стандартных вопросов. Отлично, несмотря на непростое время. Все хорошо пока. Хорошо, что хорошо. Ну тогда, на самом деле, я бы хотел попросить немножко рассказать про себя. То есть вот до геймдева, чем ты занимался, и каким образом, и когда ты попал в геймдев? Почему так вообще получилось? И каким образом? Как и не банально звучало бы, но в геймдев я попал после того, как приобрел свой первый компьютер. После того, как компьютеры вообще стали популярны, достаточно мощные. Вся где-то года два, наверное, после этого. Начались игрушки, игры еще. Потом я обнаружил, что к некоторым играм, оказывается, есть редакторы уровней. И через какое-то время я уже, соответственно, больше занимался в редакторах, ковырялся, чем играл в игры. И таким вот Макаром понял, что это то, что я люблю, но точно не буду работать, скорее всего, менеджером, как я работал до этого довольно долгое время в разных компаниях. Хотелось бы заниматься тем, что мне нравится, что я люблю, наконец-то. А это в какое было, получается, время примерно? Ну, 99-й, 2001-й год. Ну, относительно недавно. Тут, на самом деле, мы часто говорим с людьми, которые в 80-каком-то уже начинают что-то делать, поэтому это, в принципе, близко. Я даже буду понимать, о чем идет речь. Да-да-да. Нет, ну, в то время я пока еще не думал. Я не знал, что такое компьютер. А по поводу редакторов, вот, например, про какие проекты идет речь? Я, как бы, всегда мне нравились жанры стратегии больше, и мои первые игрушки это были, там, ну, какие-то самые первые, я уж не помню, там, наверное, герои первые, вторые, там, что-то такое. И стратегии все, как-то, Мастеров Орион первый, по-моему, или второй, тоже сейчас уже плохо вспоминается. И стратегии про войну, военные, военные, так сказать, варгеймы. Вот варгеймы мне особенно нравились, мне они очень, как бы, были близки. Собственно, с них я и начинал свое первое знакомство с редакторами уровня. Довольно сложные игры, которые сейчас пользуются, так сказать, не очень большой популярностью. Но это моя такая тайная страсть, несмотря на все современные игрушки красивые. Кроме того, было время как раз такое, что я очень сильно увлекался историей, военной историей, историей Великой Отечественной, ну, вообще Второй мировой. И как-то вот это все наложилось друг на друга. И игры на эту тему, и, так сказать, живое влечение. И массу книг перечитал в то время. Все, практически, которые выходили, по-моему, в какой-то период времени, я все практически покупал, читал. И вот появилось какое-то желание как-то реализовать то, что я прочитал. То, что, как бы, и увлечение играми в то же время в одно целое. И вот первые редакторы к стратегиям, к военным играм, как раз, мне помогли в этом сильно. Первые мои уровни, это были уровни для военных игр, варгеймов. Там разные были игрушки. И тогда еще первый Панцер Дженерал выходил, такая, ну, из таких самых знаменитых. Но некоторые не очень известные. Там серия Кампейн и прочее, там более сложные. Вот забавно, что в Кампейн я играл, а, по-моему, в Панцер Дженерал не играл, насколько я помню. Кампейн — это вот серия варгеймов, которая в свое время была Талан Софта, по-моему. И там было несколько частей. Там был Восточный фронт, Западный фронт, Тихоокеанский фронт и так далее. Вот все они у меня есть до сих пор. Я иногда даже играю. Хотя и сложновато, честно говоря, сейчас уже. Но это, получается, еще не работа. Это так, прощупывание почвы. Да, это то, к чему я шел. Потом так случилось, что в 2002 году или 2003 выходит замечательная игрушка отечественная под названием Blitzkrieg. И буквально вот с момента, как она вышла, я ее все тут же прошел моментально, она мне очень понравилась. И я обнаружил там редактор, соответственно, сразу. Редактор там был превосходный, да. И сейчас, в общем, один из лучших, я считаю, остается по простоте и доступный. Там было два редактора, по большому счету, редактор карты, редактор всего остального там. И, естественно, я быстро прошел, начал делать уровни. Тогда только-только появился у меня интернет такой, ну, достаточно быстрый дома, чтобы я мог что-то там выкладывать куда-то и так далее. Нашел сообщества всякие, которые там появились, фанатов этой, поклонников этой игры. Стал выкладывать свои сценарии первые для Blitzkrieg. И как-то так получилось, что они вот достаточно быстро и хорошо зашли всем. И я их делал тогда много достаточно. У меня есть там для первого Blitzkrieg у меня, ну, не знаю, сценариях, наверное, 20 или 30 сделано отдельных карт. Несколько даже мини-компаний. И все это так достаточно хорошо воспринимала публика, что, естественно, меня подвигало на дальнейшую работу с редакторами, с картами. А потом в какой-то момент случилось то, что, наверное, должно было случиться. Пришло приглашение из Невала на собеседование. Ну, это звучит на самом деле... Вот сейчас это уже не звучит, как должно было случиться. Это звучит, как ничего себе. Это же... Возможно, тогда было... Ну, не знаю, наверное, не такая конкуренция была, условно говоря. Но вот я мало себя могу представить, что условно кто-нибудь... Ну, хотя, ладно, наверное, в какие-то небольшие инди-студии могут позвать мододела, но там в условный какой-нибудь Ubisoft вряд ли, мне так кажется. Ну, наверное, зависит все от компании, я думаю. Тогда мне тоже показалось каким-то таким... Поначалу даже не поверил, думаю, странно. Я не предполагал, что я буду работать, честно говоря, никак на серьезе как в гейминдустрии. Потому что был, как все, уверен, что там исключительно работают программисты и художники, собственно. Такие даже, скорее, программисты-художники. Но, как оказалось, вот так случилось. Я пришел на собеседование. Собеседование было тоже, конечно, не такое, как сейчас, наверное, проводят. Такое, скорее, символическое. Потому что мне сразу сказали, что мы карты ваши знаем. И наши, так сказать, левел-дизайнеры их давно уже изучают. Им нравится. Вот. И, собственно, один вопрос, который мне там задали на собеседовании, единственный был такого исторического плана. Ну, там местный, такой был Борис Юлин, часто довольно известный человек, блогер военно-исторический. Он тогда работал, консультантом у него, по Блицкригу по первому, по Блицкригу по второму. Он меня спросил, назови-ка мне все советские средние танки, которые принимали участие в Отечественной войне. Ну, я, поскольку довольно много читал, знал всю эту тему, довольно быстро сообразил, что всего два танка. Т-34 и Т-28. Не считая модификации, конечно. Мне сказали, все, можешь выходить на работу там через неделю. Ну, это прям классная история. Да-да-да. Вот и с тех пор, собственно, я работал. Работаю, делаю уровни уже с начала века, можно сказать. Очень интересная история, потому что, как правило, все попадают, ну, как правило, тогда все попадали в геймдев каким-то случайным образом. И тут, в принципе, тоже можно бы подумать, что случайно. Но нет, это же прям пришел оффер, в принципе, да. Это прям пришло приглашение на работу. Из чего, получается, все началось там, вот прям уже в Невале непосредственно. Что нужно было делать изначально? Ну, так вышло, что я вот сказал уже, в принципе, Блицкриг первый уже как таковой вышел. Ну, то есть, буквально я вот устроился на работу спустя там пару месяцев после выхода Блицкрига, по-моему, может быть, три месяца прошло. То есть, игра вот той, что называется, она прямо на публике была. Она же очень успешной была. И успешной была, в первую очередь, на европейском рынке, на немецком. Это был первый такой крупный, как бы, международный успех Невала в международном рынке. Вот, но поскольку карт... А начинали делать тогда уже второй Блицкриг. То есть, я пришел, в принципе, на второй, в самом начале проекта. Но в начале проекта было довольно мало работы для дизайнеров карт, потому что там еще и контента было мало, и много чего обсуждалось. Не все механики были готовы и прочее. Мне, значит, руководство предложило, пока загрузки такой стопроцентной нет, а ты вроде как уже в штате полноценно работаешь, не мог бы ты сделать отдельную компанию, не компанию, там называлось это главы, главами такие, мини-компании из нескольких миссий, просто в свободное время. А мы бы ее выложили официально на сайте Невала, как такой бесплатный подарок всем фанатам. Поскольку уже тогда, в общем, к первому Блицкригу не планировались никакие официальные аддоны, а сразу начали делать второй. Ну, я так подумал, говорю, ну, почему нет, давайте с удовольствием. В общем, сколько я карт понаделал уже к тому времени, ну, на таком любительском уровне. Почему не сделать? Для того, чтобы официально ее выложили. Вот. И мне дали там в помощь, по-моему, несколько человек-тестеров, тестировщиков. В Невале уже тогда был серьезный достаточно штат тестировщиков из, по-моему, 20 где-то человек. Это отдельная была большая команда, которая реально занималась тестированием с утра до вечера. Я там не помню уже за какое время, где-то за месяц, наверное, я эту... Ну, и основная работа тоже была по второму там еще, по второму Блицкригу. Я эту кампанию сделал, назывался она «Медаль за город Будапешт», то есть, соответственно, по событиям болотонской операции. И ее выложили на сайте Невала. Она так с тех пор считается, что это единственное такое официальное бесплатное дополнение к первому Блицкригу. И я как бы обычно говорю, что я принимал все-таки некоторое участие в создании первого Блицкрига, хотя формально я начал со второго. Ну, это такое... Ну, раньше DLC не было, но это, в принципе, могло быть DLC. Условно говоря. Да, раньше как-то считалось, что вот либо аддон, либо ничего. DLC такого понятия, в общем, не было. И очень жаль, что появилось. Мне больше нравилось, когда игры выходили полностью готовыми. Ну, да, и вот такие бесплатные подарки тоже тогда были. Хотя это тоже сейчас тоже бывает иногда. Ну, да, там ивенты какие-то проводят и прочее. Но мне как-то больше нравилось, что когда ты покупаешь диск, то все, у тебя уже все есть. Если выходит какое-то дополнение, то уже еще один диск надо было покупать. Мне больше нравилось, но удобнее, конечно, так. Ну, а дальше началась уже такая рутинная работа по второму Блицкригу, который был, соответственно, в полном 3D, где там была уже немножко измена механика. И где-то два года мы его делали, по-моему. Тоже там был редактор и все. Но все было уже чуть сложнее, чем в первом Блицкриге. Ну, потому что там как бы технологии уже другие немножко применялись. И первый Блицкриг, он же был наполовину спрайтов, наполовину, в смысле, наполовину 2D, наполовину 3D. То есть там террин был 3D, а техника тоже 3D, а здания, вот всякие там деревья, все это было 2D сделано. Такая комбинированная как бы графическая система. Очень неплохо, кстати, и сейчас смотрится, если в высоком разрешении запустить. Второй был уже полностью 3D, и мы, соответственно, через два года уже выпустили Блицкриг, где я делал уже там компанию. Вот у меня сразу, на самом деле, возник вопрос. В первой, получается, ты работал с редактором, да, редактором карт, редактором компаний, а вот уже в момент, когда делалась вторая часть, там условно такой же редактор был или что-то поменялось с тем, как вот ты работал над уровнем? Ну, это был другой, ну, тоже был отдельный редактор, как бы, но технически это был другой уже. То есть там тоже был свой движок уже новый, тогда же еще не было никаких этих анрылов и прочего. Я имею в виду редакторов Unity. Вот везде были, сначала делался свой движок, и уже на его основе делался редактор для дизайнеров уровней. И мы уже в нем работали. Собственно, вот этим и был вызван такой в начале, как бы, какой-то достаток свободного времени, неторопливая такая работа. А потом, когда наваливался контент, и был готов инструментарий, уже все начинали работать в полную силу. Лимбо — игра-платформер с элементами survival horror. Создатели игры — датская студия Playdead, в копилке которой всего две игры, но обе они удивительным образом отличаются от всего, что вы привыкли видеть. Вместо яркого героя — обычный мальчик, вместо запоминающихся детальных миров — мрачные тона и минимализм, а звуковое сопровождение в стиле Ambient создает особенную атмосферу. Минимализм в Лимбо — основополагающая черта, причем как в визуале, так и в геймплее, потому что это помогает сфокусировать внимание игрока на главном. Три важных правила Лимбо — минимум действий, головоломки в основе геймплея и никаких очевидных подсказок. Познать мир игроку приходится через механику смерти. Например, в начале игры персонаж попадает в капкан и погибает. Именно такая механика помогает прийти к решению головоломки и разгадать очередную загадку. Геймдизайнер Джеб Карлсен нарочно придумал такую систему, чтобы не создавать множество решений, а дать понять, что важна именно последовательность действий для выхода из тупика. В Лимбо игрок должен понять, как работают разные элементы окружения, а затем использовать их, а не тыкать наугад и проходить уровень методом проб и ошибок. Часть мира Лимбо игрок познает через личный опыт и знакомые визуальные образы. Например, паук не прорисован детально, можно догадаться по лапам и паутиням. 90% игры составляют головоломки, разгадывать которые можно без спешки. У игрока всегда есть время подумать и попробовать разные варианты. В Лимбо практически нет противников, даже основные действия персонажа никак не намекают на то, что придется с кем-то сражаться. А кроме визуала и геймплея, художники сделали упор на эмоции, которые должен испытывать игрок во время прохождения. Страх, одиночество, непонимание. Лайдед намеренно отказались от комментариев по поводу истории персонажа и самого мира. Они дали свободу игрокам и позволили Лимбо обрасти множеством теорий, от католического Лимбо до связи с другой игрой студии — Insight. Современные игры часто ориентируются на работу с трехмерной графикой, как при разработке персонажей, так и при создании окружения. Чтобы научиться этому, можно пройти долгий самостоятельный путь методом проб и ошибок, а можно пойти на курсы школы CG Lab, концепт арт-окружения, 3D-графика для игр и 3D-художник по окружению. Под руководством опытного куратора из индустрии проще понять технические нюансы, а также отработать алгоритм создания качественной работы. Чтобы узнать про эти курсы подробнее, переходи по ссылке в описании. А вот, кстати, мы тогда непосредственно, получается, подходим к работе дизайнера уровней, а получается, что в каждом проекте делается специальный редактор, чтобы дизайнер уровней мог работать. Или это не так? Наверное, глупый вопрос, но все-таки интересно. Ну, раньше было так. А теперь нет, получается? Потому что уже в движках он как бы есть. Теперь, ну, за счет вот широкой популярности этих универсальных движков, сейчас уже, конечно, сейчас, я не знаю, процентов, наверное, таких серьезных игр, процентов 80, наверное, делается уже на, либо на Юнте, либо на Анреле. Поэтому, конечно, тут у него уже универсальные движки идут, с которыми мы вот работали уже недавно с партизанами, с которыми я сейчас работаю уже на новом проекте. Пока это уже, конечно, универсально. Тогда были все дела сручные, ну, и для каждого проекта. И в чем-то это было даже лучше, чем то, что сейчас. Ну, то есть, знаете, как говорится, универсальный инструмент хорош, но когда инструмент заточен по что-то уникально, он всегда лучше. Поэтому свои редакторы и в Героях, и в Блицкригах, и в Алодах, это именно для дизайнеров уровня, это было во многом лучше, чем универсальные движки, которые сейчас существуют. Ну, и потом не была огромная компания, как бы, и потом те компании, где я работал, это были тоже Mail.ru, большие компании и прочие, где не было недостатка никогда, так скажем, финансирования, и не было недостатка программистов в инструментарии, то есть, и все, что было нужно дизайнеру уровня, всегда получали, можно сказать, по силу скупальцев дизайнеру уровня. Большая разница еще, в какой компании все это происходит. Если это маленькая компания, конечно, там все это сложнее. Ну, им, наверное, попроще взять Unreal, и уже там есть куча инструментов, уже там все пути проверены, условно говоря. Потому что, наверное, чтобы сделать свой движок и еще потом на нем работать, это денег немножко больше нужно, чем, условно, купить лицензию. На самом деле, хотел узнать вот про что. Дизайнер игровых уровней. Вроде бы профессия одна, а игр в разных жанрах много. И вот вопрос, какие, например, общие черты остаются во всех жанрах для того, кто работает над дизайном игровых уровней. Ну, то есть, если взять, там, не знаю, шутер, стратегию, гонки, онлайн-шутер, сюжетный шутер, там, не знаю, квест. Это же абсолютно разные игры. У меня ощущение, что, казалось бы, люди вообще совершенно разные должны над ними работать. И это так или нет? Или любой дизайнер уровней, в принципе, может работать над любой игрой? Но тут, к сожалению, у меня нет опыта работы прямо во всех жанрах. То есть, то, что я в основном работал за стратегией, это тактические игры. И вообще, моя любимая игра, одна из самых любимых игр до сих пор, это Jacket Alliance второй. Как-то вот единственная игра, которая из этого жанра выбилась довольно надолго, это были Allowed Online. То есть, это было MMORPG, соответственно, а-ля WoW, и в котором я, которому вот был, мне сначала было не очень понятно, как это вообще. Хотя я играл в RPG, такие классические, там, это, ну, для одного игрока. Я тоже их люблю по-своему, но как бы вот это единственное, то есть, RPG и тактические стратегии, в смысле такие, военные стратегии, это вот мое. В плане шутеров, ну, конечно, я во что-то играл, но у меня нет опыта, к сожалению, там, разработки шутеров. Я думаю, что это сложнее, на самом деле. То есть, наверняка, это сложнее, судя по той литературе, которую я читал, но я так в целом интересуюсь разными, то, что пишешь специалист на эту тему. А почему, кстати? Конечно, это сложнее, но потому что вид от первого лица, это, я думаю, самый сложный жанр, прежде всего, за счет огромного количества деталей, которые игрок видит, и которые нужно принимать внимание. Более высокая детализация, огромное количество деталей, и график сейчас позволяет, как бы, практически, там, неограниченно детализацию делать. Огромное значение оптимизации, там, придается, и прочее, прочее. Но в целом, конечно, любой уровень, не знаю, как насчет гонок, там, или каких-то квестов, там, наверное, свои правила есть. А вот если говорить об шутерах, там, каких-то адвенчурах, военных играх, то везде, конечно, есть набор каких-то критериев, которые делают уровень хорошим, так условно говоря. То есть это баланс должен быть, должен быть, уровень должен быть красивый, должны быть, присутствовать точки интереса игрока, ну, вот все, как в учебниках обычно пишут, сейчас по левел-дизайну. Общие какие-то черты, они, наверное, для многих игр есть. Ну, для спортивных, не знаю, может быть, там свои какие-то. Ну, мне кажется, со спортивными, там, у них, условно, один уровень, который переносится просто, и меняются какие-то механики. Скорее, там какие-то есть элементы драйва, которые характерны только для таких игр, там, ну, не знаю, в чем они измеряются, сложно сказать. А тогда такой вопрос. То есть, получается, в принципе, единственная игра, не стратегия, не тактик, это были Аллоды Онлайн, правильно? Да. Вот в чем разница была? То есть, ты упомянул, что было вначале немножко непонятно, и вот можешь рассказать про это, пожалуйста? Вот ты пришел, получается, после тактики, после стратегий, и хлоп, Аллода Онлайн. Что было дальше? Что дальше произошло? Ну, вообще, там была такая история, что когда закончились пятые, последний аддон вышел к пятому, там, второе уже про этих, про орков, мы начали делать Невале потихонечку шестых героев. То есть, Ubisoft изначально, Невал должен был делать шестых героев, мы начали делать уже прототипы какие-то, но в то же время уже началась разработка Аллодов Онлайн, уже была вторая команда создана, она даже юридически, по-моему, была выделена в отдельную, структуру, хотя все это было, в общем-то, Невал очень большим счетом. Но с шестыми как-то не заладилось, там, у Орловского, насколько я помню, там, что-то он не договорился с Ubisoft, какие-то проблемы начались, там, и работа не стала в самом Невале, и мне предложили тогда пойти на, на Аллоду. Вот я согласился, потому что, ну, как бы новое, что-то новое, интересное было достаточно. Да и все, честно говоря, тогда в Вов играли, поигрывали, кто поигрывал, кто играл, кто по уши там сидел уже. А Аллода же, это, в общем, такое был, ну, как говорили, клон Вова, только российский. Конечно, там были какие-то, когда вот я пришел, сразу начал делать, во-первых, там отличалось тем, что гораздо более было глубокое взаимодействие с художниками за счет того, что все-таки там был вид от третьего лица, то есть, ну, персонажа смотрели, мы на персонажа сзади, соответственно, камеру можно было крутить, в общем, как угодно, то и требования к окружению были гораздо выше, чем уже в играх с изметрическим видом, таких обычных, вот, к которым я привык, на тем более пошаговом, как в героях. Опять же, более высокая детализация гораздо, чем в стратегиях, вот, и более-более такой тесной сотрудничества с художниками, где я начал понимать, насколько это вот важно, не просто сделать там полянку красиво оформить елочками там и так далее, а где есть куча элементов, которые, ну, приходится учитывать в зависимости от ракурса игрока, откуда он выходит, куда заходит, что он при этом видит, вот, как наблюдает, на чем он, на чем он, так сказать, движется пешком или там на каком-то средстве передвижения, и все это было важно, то есть, чтобы всегда уровень выглядел хорошо достаточно в со всех ракурсах, особенно какие-то самые значимые места, важные для геймплея. Кроме того, это был еще огромный пласт гейм-механик в плане квестов, там же был миллион квестов, опять же, а-ля-вов, которые тоже, в общем, делали, по большому счету, дизайнеры уровней, там, насколько я помню, у нас было человек 6, наверное, дизайнеров уровней. А это много или мало, в принципе? Ну, достаточно, вот 6 было нормально, я не скажу, что у нас были проблемы с этим, мы в плане производства какого-то, в общем, 5-6 человек на таком большом проекте. Если говорить, то это были именно дизайнеры уровней, то есть, они не занимались больше ни механиками, ни там. Но там же довольно большая карта, то есть... Да, у каждого лейл-дизайнера была своя зона, там зоны игровые, так сказать, делились. У меня вот, я помню, был Низипград, я делал, то есть, столица империи, еще какие-то были зоны, потом уже позже, но не все сразу делалось, постепенно сначала одну зону, потом вторую. В общей сложности, я, по-моему, четыре зоны сделал в Голодах Онлайн. И все остальные лейл-дизайны примерно так же, три-четыре зоны. А там использовалась уже какая-то, ну, не процедурная генерация, а вот словно какие-то там такие штуки, то есть, вбить какие-то параметры, и там, не знаю, на одном километре земли там вырастут кустики, и больше ничего делать не надо. Нет, не было такого, да? такого еще не было. Вообще, процедурную генерацию они думали еще и на героях, на пятых, там, по поводу карт, ведь в третьих героях была реализована там генератор карт, но, к сожалению, не получилось. Возвращаясь чуть назад, к героям там вообще были интересные такие моменты некоторые, то есть, вот, когда мы основную часть выпускали, это я про героев сейчас говорю, у меня меча и магия, когда выпускали, уже оставалось буквально месяца четыре, наверное, три до релиза, вот, и все усилия лейл-дизайнера были направлены в основном на игровые компании, то есть, ну, как основу сюжета, основу геймплея. Они все заскриптованные были там, естественно, в отличие, кстати, от предыдущих героев, там большое количество скриптов было, там всяких ивентов, событий, различных условий побед, там, поражения, то есть, не тот стандартный набор, который в третьих, там, он есть, как бы, ничего с этим не сделаешь, а уже более гибко все было, вот, но и все усилия были направлены на разработку компаний, в том числе и тактических боев, то есть, которые на аренах происходят, и в какой-то момент, когда мы уже, как бы, озаботились картами для мультиплеера, вспомнили, что в героях, на самом деле, в третьих и в четвертых всегда уделялось достаточно большое внимание такому режиму, как скирмиш, да, то есть, это когда игрок выбирает просто карту какую-то для мультиплеера и играет с компьютерными оппонентами. А, ну да, 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 это я помню, любили. Это было вполне себе развлечение по тем временам, и АИ там был, в общем, неплохой, то есть, так игралось весело, в общем, особенно на максимальных уровнях сложности, вот, и тут выяснилось, что АИ стратегически у нас, в общем-то, и нет. Это прямо где-то уже под конец разработки выяснилось? Это выяснилось буквально, то есть, я, собственно, я на это обратил внимание, и когда как раз делал какую-то мультиплеерную карту, потом думал, дай-ка я поиграю вот не в мультиплеере, там, тестировали мультиплееры в основном, а просто с АИ, назначил АИ, это самое, ну, противников. Назначил, стал играть, и понял, что они ничего не делают, ребята, просто сидят все в замках, копят армию, как бы, и все, они ничего просто не умеют, то есть, не знают, что такое ходить там, ну, стратегического, а я отсутствовал, как таковое. Я срочно тогда побежал там к Саше Мишулин, к креативному директору, говорю, Саша, ты знаешь, вот такая история, у нас АИ-то нету стратегического, то есть, тактически есть, на аренах он делется хорошо, а стратегического нет вообще, как мы будем, как игроки будут играть в Скирмиш с АИ-противниками, просто позорище будет, ну, то есть, играть невозможно. Он такой мне, типа, говорит, да, да ты что, ну-ка, я проверю, вот, и, значит, он сам проверил, говорит, слушай, действительно, беда, молодец, что заметили, значит, и тогда, помнится, выделили программиста, как вот одного из лучших ребят наших, дали ему задание сделать АИ, значит, буквально там за пару месяцев стратегически, вот, он себе на столе, значит, поставил большую табличку, меня нет, не беспокойтесь, что в таком духе, в общем, вот, и реально за два месяца сделал неплохой стратегический АИ. А как так, ну, ладно, немножко, конечно, странно, что никто до этого не обратил внимания, но я понимаю, что так бывает. Бывает, бывает, тем более, что у Невала ведь за несколько лет до героев и до Блицкрига, ну, фактически уже перед началом Блицкрига входили такие игрушки, как Демиурги. Это я помню. Были первые Демиурги и вторые, но вторые, я даже их застал, они там параллельно делались с Блицкригом, по-моему, первым. Вторые, как бы они более такая РПГ-овая история была, то есть там замки были, но они скорее как бы просто от них герои ходили по карте, от замка к замку, там что-то делали, то есть все это было на скриптах. И кроме кампании там ничего больше не было, никаких режимов, там мультиплеера не было, то есть чистая РПГ-история такая с карточными боями. А вот первые Демиурги, они же очень сильно похожи на героев. Там был такой косяк, который так и не починили, кстати, ни с патчами, ни с чем, то есть там тоже был режим кампании, все это игралось прекрасно, но если ты выходишь, вот если даже сейчас попробовать, там запустить их, не знаю, запустится или нет, вот, и выйти в режим хот-сита или в режим скирмиша, то там АИ нету стратегического, то есть просто игра нерабочая фактически. Один раз обожглись, второй раз уже сделали все, чтобы не обжечься, несмотря на то, что очень поздно вспомнили. Уже никак это не добавить было, получается. Ну, потому что я считал самое главное, мы все время сидели, у нас главной для нас была компания Ubisoft, которая уже тогда начинала там в конце разработки, они активное участие уже принимали. Они на сегодняшний день все компания, 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 все ее обсуждали без конца, там меняли что-то, количество там, сюжет где-то поменяли частично и так далее. То есть все внимание было на компанию, потом незадолго до уже релиза переключились на мультиплеер и вспомнили вот в последний момент уже про, соответственно, одиночный режим игры. Да, это, а потом, ладно, я просто сейчас, я просто подумал о киберпанке сейчас, о том, что они, возможно, перед выпуском игры в принципе вспомнили про что-то тоже. Я вот, вообще, на самом деле, у меня был заготовлен вопрос, какие особенности были работы, например, над героями, но в принципе, я понял, что главная особенность это была заметить отсутствие искусственного интеллекта. Да нет, на самом деле, ну, герои, они и есть герои, как бы. Главная особенность была компания в том, что она, вот, как я сказал, уже была очень сильно заскриптована, в отличие от предыдущих частей. Это, пожалуй, самая основная, ну, геймплейная особенность. И много-много, огромное количество карт мы сделали. С учетом аддонов, я уж там, не знаю сколько, ну, наверное, около сотни карт, если считать в целом. Вот этой карты и компании несколько, и мультиплеерные карты, и одиночные карты для одиночной игры, то есть очень широкий как бы выбор режимов был. Ну, как герой всегда и был. У меня, на самом деле, такой вопрос. Вообще, изначально он был, я думал, в каком жанре работать над уровнем труднее всего, но я немножко его переформатирую. Какой самый был тяжелый и сложный проект? Вот не с точки зрения, там, не знаю, какого-нибудь производственного чего-то, там, ада или чего-то такого, а вот просто вот самый сложный для тебя проект, на котором ты работал, где прям, ну, реально тяжело было работать? Ну, тут как бы два ответа, наверное, будет. Первый — это Blitzkrieg 3, на котором я полгода проработал и с которого ушел и стал дальше работать. Это, скорее, такой ответ в плане попробовали, я понял, что там, скорее всего, ничего не получится, мне было неинтересно, я ушел. Ну, про Blitzkrieg почти все, с кем я общался когда-либо из индустрии, кто работал над третьим Blitzkrieg. Ну, просто в свое время это была замечательная новость для меня, мне говорили, что давай, чувак, вот ты вообще там Blitzkrieg делал, ты там будешь, значит, работать, все будет хорошо, давай приходи к нам в команду, там команда, правда, в Питере работала, я из Москвы работал удаленно в течение полугода, но после того, как я увидел, что там происходит и какой будет Blitzkrieg 3, я понял, что, в общем, это, скорее всего, такая, получается, большая ошибка, к сожалению. То есть, это не те Blitzkrieg, которые, ну, в общем, это, наверное, сейчас всем понятно уже, что третий Blitzkrieg это совсем не то, что первый, второй, совершенно другая игра, хотя в последний вот год доработки из него пытались сделать какую-то приличную сингловую часть, но уже, видимо, поздно было просто. А если говорить чисто технически, то, наверное, самый сложный проект это последний, это Партизана 41, потому что игру мы делали пять лет, а вообще она шесть лет в разработке была. Ее делала маленькая команда, изначально как бы, да и вообще потом уже даже тоже небольшая была. И, ну, вот технически для меня это был самый сложный проект. Это был самый интересный проект, но и самый сложный. А почему? Потому что это вот небольшая инди-студия, или потому что там слишком много всяких разных деталей и прочего? Я просто играл, но я, к сожалению, не прошел до конца. Она реально очень сложная, и я подумал, что когда-нибудь я допройду. Там было допущено как бы массой ошибок в ходе разработки, и игра переделывалась, и как бы переориентировалась на новый формат. Уж изначально, ведь это вообще должна была быть игра в духе War of Mine. Планировалось вот изначально в таком как бы духе, только с более четкой такой боевкой. Там боевка все-таки такая символическая была. Партизаны, это должна была быть такая тоже игра про выживание, такой жесткой в любых условиях, то есть независимо от того, хороший там, плохой-то и так далее. Но значит и с более четкой такой вменяемой боевкой в реальном времени. Потом постепенно концепция менялась от такой, значит, от War of Mine до такого вот линейного патриотического проекта более такого, более понятного. Как ни странно, одно из самых сложных моментов вот в разработке Партизан было то, что приходилось сделать тактическую игру с боем в реальном времени. Это очень сложная задача, тем более на движке Unreal 4, значит, на английском движке, это который не предназначен вообще в большом счету для стратегии, если так честно говорить. Редактор там карт, ну, к редактору уровней, там, так скажем, не очень хорошо его использовать под стратегии, не очень удобно. Ну, в принципе, это все решаемые технические проблемы, но главная проблема была геймплейная в том, чтобы сделать хорошую реал-тайм тактику с боем в реальном времени, потому что ведь, если так подумать, игрушек тактических с боем в реальном времени код наплакал, вообще практически нет. То есть, они же все пошаговые. Потому что все эти вот, и Уфо, и вот все, ну, самые знаменитые вот тактические игры такие, да, с этими самыми, они все с походовой боевкой. Даже вот недавно я играл, мне очень понравилась игра, Король Артур, там что-то... Тоже там, как бы, прекрасные бои, но они все, это все калька с этого самого, с проимпланетента. А, XCOM, XCOM. XCOM, конечно, да, с XCOM'а. Вот, и такая, к сожалению, я думаю, что третий Джеки Таньянс, который сейчас в разработке, он тоже, скорее всего, будет с боевкой от XCOM'а. Она неплохая, но как бы слишком часто. Я что-то недавно вспоминал, вот если, наверное, разве что мне вспоминается, Commandos выходил, ремастер, но он вроде бы был неудачный. Там же вроде тоже реал-тайм. Commandos и Desperados, это тоже наше проклятие, как бы, в том плане, что нас изначально, как бы, приписывали к этому жанру. Вот. Они в реальном времени, действительно, но там комбат, он сильно ограничен, как бы, тем, что... Еще какая-то выходила недавняя игра, кстати, вот про этих самых японских самураев, там что-то... Да-да-да, я тоже не вспомню, но я даже, по-моему, в ней играл. Вот. Это же другой, немножко другой, как бы, жанр. Это не тактика в реальном времени, это, скорее, такие набор пазлов, которые игрок на уровнях разгадывает. То есть, там, боевки-то практически, она есть, но она такая, практически невозможен. Так вот, нельзя всю игру, все команды спройти, по-моему, насколько я помню, только от пистолета и пулемета нельзя. Поэтому, вот, сделать именно бои в реальном времени была самая сложная задача и с точки зрения игровых механик, и с точки зрения левел-дизайна, то есть, это была нужна точная настройка арен боевых, вот это вымерение расстояний, чтобы это было не слишком быстро, не слишком медленно, чтобы это не выглядел как хаос. И это мы с паузой мы экспериментировали, и такая пауза, всякая пауза у нас изначально и полная пауза была, а потом вот осталась такая как бы замедленная, чтобы игрок совсем не уходил чай пить, грубо говоря, когда замедляется игра. И все равно нашу игру, вот, партизаны, к сожалению, многие сравнивали исключительно с командой. Да, я был один из них, на самом деле, я помню. Сложность, да, сложность как раз заключалась в том числе и в том, чтобы показать игроку, что, чувак, нет, это как бы все-таки, ну, хочешь ли вот ножиком проходить игру, да, с помощью ножа, там, кустов и там умений своих, ну, ради бога, как бы, пожалуйста, если тебе нравится как-то таскать там трупы по кустам, можешь выбрать такой вариант. Таких героев, соответственно, подходящих наиболее для этого, вот, но если ты хочешь пострелять, вот, те кучи пулеметов, автоматов, винтовок, пожалуйста, всю игру можно пройти без проблем, как бы, только боя, то есть вообще не вырезая там часовых и прочее. Ну, тут, казалось бы, сама, сама просто, само название игры уже подразумевает, что ты будешь лазить по кустам с ножом, на самом деле. Ну, поэтому оптимальное прохождение, по крайней мере, мы старались так сделать, что оптимальное прохождение это именно такое комбинированное, то есть какие-то места лучше проходить через стелс, какие-то места через бой, вот, это самый оптимальный вариант. Вот это и было самым тяжелым именно в разработке, чтобы добиться баланса какого-то, который многим был изначально непонятен, то есть мы там тоже патчили, два крупных патча выходила, и тестирование было очень серьезное, хотя багов тоже было много, несмотря на то, что вот как, ну, это вот благодаря, скорее, тому, что, благодаря движку, так скажем, условно говоря, то есть в том плане, что он не очень приспособлен хорошо для некоторых вещей, которые необходимы были в тактической игре, такое в реальном времени. Ну, вот, в целом, наверное, это вот была самая, самая трудоемкая, самая тяжелая игра и самая интересная в то же время для меня, по крайней мере, то есть я считаю, мы справились, в общем, и судя по отзывам игроков, ну, так и есть, наверное. Ну, то есть получается, если я правильно понял, ну, в принципе, это логично, что она была самой сложной за счет того, что в ней была самая большая вариативность, по факту. Да, вариативность самая большая была и вот несколько, такие завышенные ожидания в плане перекоса в одну, в одну сторону, вот, в плане Командоса и вот этого всего. То есть многие игроки говорили, что потом уже, вот, как сейчас говорится, а что, так можно было, да, то есть когда там находили пулемет, попробовали им пользоваться, говорили, ну, нифига себе, вот, а сразу, что не сказали, почему так можно. А, с другой стороны, кто тебе мешал, чувак, то есть ты играешь, как тебе хочется, как тебе удобней. Поэтому вот тут такую не очень хорошую шутку с нами сыграли, вот, жанры этого игры, такого, позловообразного такого типа Командоса. Но, тем не менее, играл успешно и получили огромный опыт и главный опыт, главным счетом получили огромный опыт работы с движком самим, с самарылом, с которым мы сейчас работаем уже над следующим проектом. А я правильно понимаю, что ты все там же, да, находишься в компании, которая делала «Партизан» или нет? Да, это студия «Альтергеймс», она называлась изначально, вот, числится в разработчиках, но потом там была переименована, сейчас называется «Студия Березки». Ну, кстати, в «Стиме» все еще «Альтергеймс» получается. Ну, наверное, так и правильно, там, с юридической точки зрения, то есть, но на самом деле это та же самая команда, абсолютно, то есть, ну, то есть, какие-то люди там приходили и уходили, но в целом, это вот та же самая команда, все то же самое руководство, и у нас руководитель команды, вот, Антон Мартушенко, тоже ветеран и Невала, и, как бы, гимдева, и прекрасный художник, как бы, ну, в том же составе, в общем, по большому счету, и работает, только уже над другим проектом. Я не буду спрашивать каким, потому что все равно ответа не получу. Это совершенно другой жанр, и будет анонсирован, скорее всего, ближе к концу осени. Ну, будем ждать. Тогда еще вот, что хотел спросить. Есть какая-то игра, не на которой ты работал, а, в принципе, просто вот игра, и ты считаешь, что вот прям дизайн уровней, ну, просто прям великолепный, прям вот эталонный. Есть какой-нибудь такой проект? Ну, сложно сказать. Есть много игр, так я, наверное, прям вот эталонный. Опять же, с точки зрения моих любимых жанров. Вообще, из того, что я играл относительно недавно, это был, хотя это не характерно вообще для меня, это был Dark Souls 2. Просто я посчитал, что надо его попробовать обязательно, ну, столько про него всего, да, везде. Я посчитал, что надо его попробовать пройти, конечно, его не прошел до конца, но где-то, наверное, половину я осилил все-таки. Вот, это было непросто, и там, конечно, некоторые уровни шикарные, ну, просто шикарные. По логике, по количеству всяких мест интересных, по точкам интересов для игрока, которые, то есть она требует, да, она сложная игра, она требует такого вдумчивого геймплея, то есть надо смотреть по сторонам внимательно, надо, как бы, понимать, что сюда, как бы, почему сюда нужно идти, а вот сюда вот не нужно, скорее всего, и так далее, вот, ну, это известно, да, про ее сложности, но, тем не менее, некоторые уровни там меня просто поразили по своей продуманности, по геймплею, а из того, что попроще, из того, что ближе мне, вот, я с удовольствием прошел, считаю, прекрасные совершенно четыре, по-моему, или пять даже компаний к последней Age of Empires 4. А, ну, это от Microsoft, которая, соответственно. Да, 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 то есть я с огромным удовольствием прошел, я давно не играл в хорошую РТС, не были в такая знаменитая серия, считаю, она удалась мне, мне очень понравилось, и компания просто была отдушена, я вот реально там неделю сидел и играл, хотя я давно так вот не залипал надолго в какую-то одну игру, я прям с удовольствием прошел все, не на самом высоком уровне сложности, естественно, просто времени столько, к сожалению, нет, но прошел, и считаю, что одна из лучших РТС на сегодня. А так можно назвать массу игр, ну, Ну, пусть это будет Dark Souls и Age of Empires. Да, из того, что вот не да, ну, Dark Souls уже достатенький, я, к сожалению, в последней версии я не играл, только ее купил, она мне искупленная, но, к сожалению, пока никак не решусь. Ну, там Elden Ring же вышел, вот, недавно. Стал для меня открытием тоже, но это тоже, как бы, новую игру не назовешь, но с точки зрения левилдизайна и построения мира открытого, это Зельда. Breath of the Wild, которая? Да, да, которая на этом самом, на эмуляторе-то можно играть. Я ее, ну, тоже не прошел до конца, но она у меня, как бы вот закладка, что называется. Ну, это тут даже я не понимаю, в принципе, почему, потому что куда бы ты ни пошел, обязательно будет что-то интересное, всегда. Да, и потом там как-то какой-то совершенно поразительный дух, вот, такого, казалось бы, забытых каких-то вот старых игр, я даже не знаю, сложно сказать, в чем именно, то ли в персонажах, то ли в графике, то ли, скорее всего, все вместе, вот, игровые механики какие-то в меру сложные, в меру в то же время простые и понятные, вот, и, в общем, очень мне зашла эта игрушка, прям, я не ожидал, я ее очень долго откладывал, не хотел начинать в ней играть, потому что мне казалось, ну, что, ну, да, известная такая бродилка, как бы, бродилка, это не мое, поиграл прямо с удовольствием, такая душно. Вот у меня, кстати, тоже она, я ее прохожу уже примерно три или четыре года, я играю в нее всегда на новогодние праздники, когда вот эти, как каникулы, отпуски и прочее, очень классно она заходит. Есть и какая-то такая вот, ну, что-то от старых таких добрых игр, хороших, которые в то же время вполне себе актуальны и сейчас, как выясняется. У меня, на самом деле, есть еще много вопросов, но, наверное, задам я парочку, вот, я не буду спрашивать, какие дальнейшие планы, потому что пока нельзя рассказывать, это естественно, вот, но я хотел спросить сейчас, в принципе, новичку, который хочет заниматься играми, там, не знаю, который любит игры, более-менее понимает, как они работают, чтобы попасть в профессию, можно начинать с тем, что ты там сидишь в редакторе, что ты делаешь, а потом раз, ты попадаешь в геймдев, или сейчас уже нет смысла вот таким заниматься, и лучше заходить через какие-то другие пути. Да нет, ну, почему, скорее всего, ну, смотря, что человек хочет, если человек просто рассчитывает попасть в геймдев, любыми путями, да, и пока еще даже толком не знает, что он там хочет делать, то, да, лейл дизайн остается до сих пор одной из самых таких, ну, возможностей войти в геймдев, с точки зрения, ну, это одно из самых простых, вот, если человек расположен, если человек есть какой-то минимум художественного вкуса, и прямые руки, то почему не попробовать. Другое дело, что на моей памяти, вот, многие мои знакомые еще по Невалу, там, по Майл.ру, действительно, многие люди начинали с лейл дизайнера и уходили совершенно куда-то в другую сторону. Кто-то даже в программисты уходил, как ни странно, кто-то, значит, становился там руководителем проекта, и так далее, и так далее. И в менеджеры, в дизайнеры, в, скажите, и просто дизайнеры игры. Вот, кто-то до сих пор работает, вот, как я, над уровнями. Тут уже зависит конкретно от человека, что он себе потом выберет. Вот, но для входа, да, это одна из самых оптимальных вариантов сегодня. Дизайнеры, попытаться стать дизайнером их первых уровней. Для этого как раз вот, ну, все необходимое для этого есть. Для этого не надо уметь программировать, по большому счету. Ну, это желательно, но, как бы, не обязательно. Нужно просто любить это дело, это должно нравиться. Если человек, как бы, попробовал себя в каком-то редакторе Hive Life и получил результат достойный, как он считает, почему нет. Просто надо попробовать. Можно было бы закончить, но я вот хочу спросить, все равно думал спрашивать, не спрашивать. Есть пример какой-нибудь игры, вот прям где плохой, очень плохой левел дизайн, и вот ты прям играл, и такой, боже, как можно было так плохо сделать? Есть какой-то такой? Есть, но это такие игры, они ведь как обычно, там запустил, посмотрел, достаточно 10 минут, в общем-то, 15, чтобы понять, что... Не обязательно даже из-за левел дизайна, это как бы общая такая атмосфера, может быть, уже испорченная, какая-то, да, вот, когда, ну, не получилось. Нет, ну, полно таких игр, я не думаю, что нужно какие-то конкретные примеры называть, их слишком много, на самом деле. В таком случае, наверное, я могу пожелать, чтобы следующая игра компании «Березки», получается, правильно же, теперь, была интересной, классной и замечательной, в чем я, собственно, и не сомневаюсь, потому что партизаны были крутые, а обязательно бы надо их, конечно же, допройти когда-нибудь. И я уяснил, что, значит, можно попасть в геймдев через дизайн игровых уровней и, в принципе, редакторы игр. Это хорошо. Наверное, тогда будем прощаться. Я хочу напомнить, что в гостях был Дмитрий Буткевич. Спасибо большое, что ты пришел и много всего интересного рассказал. Спасибо вам. А мы будем на этом прощаться. Я напоминаю, что вы слушали подкаст «Нажми, чтобы начать» и еще раз напомню, что в гостях был Дмитрий Буткевич. Ставьте лайки на все платформы, комментируйте, делитесь с друзьями. Меня зовут Семен Окроков и до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok